Здравствуйте! На канале Заречная программа «Вопросы есть» в студии Елена Степкина. Я рада приветствовать всех, кто хочет знать ответы. Сегодня в выпуске. Уберут ли старую контейнерную площадку, оборудованную около дома 27, по улице Ленина? Предоставляют ли школы Заречного платные образовательные услуги? Как организована уборка снега с улиц города? Ответы на эти и другие вопросы в ближайшие 10 минут. Оставайтесь с нами. Как организована уборка снега с улиц города? Пока еще не все дороги и тротуары приведены в порядок после первого снегопада. Какие службы ответственны за чистоту улиц и внутриквартальных территорий? И как проводится уборка снега? Уборка снега организована в две смены. Первая смена с 5 часов до 2, вторая смена с 2 часов до 23. Каждую смену задействованы порядка 12-15 единиц техники, которая убирает непосредственно город. И 8 тракторов ежедневно убирают на тротуарную территорию. Снег в кратчайшее время убирается, до 7 часов необходимо, чтобы снег, дороги были почищены, тротуары были почищены. За уборку снега в внутриквартальных территориях отвечает управляющая компания по заявке на предоставляемую технику, которая необходима. То есть в настоящее время в внутриквартальных территориях убирается 8 МТЗ. Дороги были обработаны песко-соляной смеси, затем производилось сгребание снега и вот этой снежной массы. И дальше повторно была пройдена обработка песко-соляной смеси. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Было достаточно сложно привязать эту площадку в связи с высокой плотностью застройки, с большим наличием коммуникации. Но эта площадка здесь ожидаема всеми людьми данного микрорайона. Почему? Потому что вот та картина, которую мы наблюдаем, она, конечно, не соответствует никаким правилам благоустройства, комфортной жизни, санитарным нормам проживания людей. Поэтому я думаю, что после того, когда мы их примем, вот и ладью, и контейнерная площадка, они будут демонтированы. И та среда, в которой должны жить наши жители, она будет достойной, комфортной и приятной для всего микрорайона. Не только вот для этого двора, а вообще всего микрорайона. Почему? Потому что этой площадкой пользовались и дома, которые находятся ниже, и дома, которые находятся по улице Конституции, Дома, которые находятся по улице Ленина. Можно ли обустроить индивидуальное место для парковки во дворе? Жильцы все чаще задумываются об организации дополнительных мест для стоянки автомобилей на внутриквартальных территориях. Горожане могут создать парковку на земельном участке, принадлежащем жителям многоэтажного дома. Каков порядок ее строительства? И можно ли обустроить индивидуальное место для стоянки? У нас возле каждого многоквартирного дома есть земельный участок, принадлежащий на праве собственности тем собственникам, которые проживают в этом многоквартирном доме. Земельный участок определен кадастровым участком. То есть этот кадастровый участок можно получить как в управляющей компании, так и прийти в администрацию, посмотреть, где он заканчивается. На этом земельном участке собственники могут принять решение собрания собственников. Такое решение должно быть принято двумя третиями голосов. И согласно проекту, который уже разрабатывается под эту стоянку, построить стоянку. При этом, если собственники строят стоянку на земле многоквартирного дома, они сложились и делают это все за свой счет. То есть они в протоколе общего собрания определяют место для строительства стоянки и утверждают стоимость оплаты, то есть источники финансирования. После того, как собственники построили стоянку, этот земельный участок не выделяется под конкретный автомобиль, а служит для того, чтобы оставить свой автомобиль любому собственнику, любому жителю города Заречного. Поэтому, если даже собственники приняли решение построить свои средства стоянку, то заградить эту стоянку нельзя. То есть эти стоянки могут пользоваться любые жители Заречного. Можно пройти через один вариант, но этот вариант предполагает, в жилищном кодексе написано, что собственники должны отказаться от земельного участка, который предоставит этому одному собственнику, 100% решение собрания собственников. То есть все 100% жителей, проживающих в этом доме, должны отказаться от этого конкретного земельного участка. И тогда уже собственник выделит себе земельный участок и сможет оставить на этом земельном участке. Но на практике не было еще ни одного такого случая, чтобы собственники разрешали кому-то ставить свой автомобиль на именно конкретное земельное участке, которое принадлежит этому квартирному дому. Какие платные образовательные услуги может предоставлять школа? Вопрос об организации дополнительных занятий обсуждался еще в конце прошлого учебного года. В числе предложений уроки по различным предметам, организация кружков и секций и многое другое. Всю информацию родителям школьников представляли на собраниях в образовательных учреждениях. Оказывают ли платные услуги школы Заречного? Спрашивают горожане. Платные образовательные услуги предлагает практически каждая образовательная организация. Когда у нас в департаменте образования проходили слушания бюджета, каждая образовательная организация, одним из вопросов, которые комиссия задавала руководителям образовательной организации, был вопрос о платных услугах образовательных и иных услугах, которые учреждение может оказать. Предложение все высказывали образовательной организации. Должна отметить, что те образовательные услуги, которые входят в госстандарт, это предметы, которые мы преподаем и так далее, они не могут быть платными. Поэтому родителям не стоит волноваться. Мы можем предложить, к примеру, второй иностранный язык, если вы хотите. Или, например, углубленное изучение математики сверхшкольной программы. Вот это, да, это мы можем вывести на платную услугу. То, что в рамках учебного плана на платные основы выводиться не будет. По порядку, который установлен для представления образовательной организации платной услуги, необходимо, чтобы она информацию разместила на своем сайте. Поэтому, если ребенок у вас в школе учится, вы можете на сайт зайти и посмотреть, есть ли там перечень неких платных образовательных услуг, и, соответственно, процедуру, в каком режиме вы можете этой услугой воспользоваться. Мы очень аккуратно к этому подходим, потому что на сегодняшний момент образование у нас вариативное. Огромное количество программ, которые мы предлагаем к реализации, бесплатно. Поэтому на сегодняшний момент, если есть спрос, то мы эту услугу внедряем. Если спроса нет, необходимости в этом нет. На этом очередной выпуск завершен. В следующей программе мы продолжим отвечать на вопросы телезрителей. Задать интересующие вас можно по телефону 60 85 42. Мы ждем ваших звонков с 9 до 18 часов ежедневно, кроме выходных. Не смогли дозвониться? Оставляйте свое сообщение на сайте телерадиокомпании «Заречный» trkz.ru или отправляйте на электронный адрес, указанный на экране. Звоните, пишите. Будем вместе искать верное решение. Всего вам доброго. До встречи на канале «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Молодежная программа «Тумба Морриса», которая выходит в эфир по четвергам, откроет вам новые страницы музыкальной жизни города и региона. С Алиной Храмовой и Эдуардом Миколаевским вы проберетесь туда, куда зрителю вход запрещен.